всем привет меня зовут марина я преподаватель turbo по литературе и в этом небольшом видео мы с вами разберем полностью слово полку игре но именно для сочинений и сделаем это за 15 минут погнали какие вопросы вообще бывают именно из 12 сочинения по этому произведению мы с вами все-таки учим полностью все тексты именно для большого задания для большого сочинения она под номером 12 вопросы могут быть совершенно разные и я думаю что вот вы смотрите этот список и кажется что ой спрашиваете про то и про это золотое слово святослава образ князя игоря значение образа русской земли отношения автора нравственные вопросы короче куча 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 всего но что если я вам скажу что на самом деле все эти вопросы про одно и то же это действительно так у нас практически все произведения неважно маленькие они или большие все равно охватывает какое-то определенное количество тем и сегодня мы с вами пройдемся по всем основным моментам из этого произведения сделаем так чтобы покрыть все вот эти вот вопросы какие на самом деле у нас есть основные аргументы и слова балку игре для любых этих сочинений в первую очередь мы с вами должны проанализировать поступок князя игоря это главный герой именно он ну скажем так именинник всего торжества следующим образом следующим точнее пунктом мы должны проанализировать монолог святослава это очень важный эпизод буквально центральный именно в нем выражается авторская позиция и третий эпизод который нам нужно рассмотреть третий пунктик это образ ярославной жены князя игоря и образ природы они совместны я сейчас объясню почему если мы с вами сейчас вот когда изучим все эти основные аргументы вы сможете уже их раскидывать по всем этим сочинениям и выглядит это примерно так вы можете сразу заметить что там про святослава уже в нескольких уже в нескольких вопросах спрашивают и причем вроде бы сформулировано по-разному но на самом деле они имеют ввиду именно монолог святослава когда спрашивают про русскую землю про средства которыми выражена авторская позиция образ ярославной природные стихи это все тоже совместный аргумент а нравственные вопросы образ князя игоря эпическая часть произведения про поступок князя игоря про поступок главного героя короче говоря спрашивают всегда про одно и то же ну давайте с вами пойдем по порядку и начнем с поступка игоря что он вообще такого сделал из-за чего собственно автор этого произведения решил написать поэму словополку игореве князь игорь решил пойти на половцев в конце двенадцатого века половцы были основной вражеской силой руси и князь игорь хотел своевольно не посоветовавшись со всеми князьями пойти на этих половцев прошлую славу похитим будущую между собой поделим он хотел отобрать прошлую славу других князей которые уже ходили на половцев довольно успешно и стать вот самым великим князем который победил этих этих поганых их еще называют поганами этих поганых половцев но что здесь не так игорь во первых и действует только из своего личного желания он жертвует жизнью людей ради личной выгоды и не думает о последствиях своих действий и в попытке добыть некое уважение и из-за своего тщеславия он забывает о своем первостепенном долге заботится о процветании веренного ему народа какой эпизод для сочинения мы с вами можем использовать который показывает как раз таки неудачность этого сражения этого похода ну вообще на самом деле когда русские пришли на половцев вместе с князем игорем они первое сражение выиграли они все-таки пришли неожиданно первое столкновение на реке каяли принесло победу русским воинам но это всего лишь временный успех и тем не менее игорь все равно начал пировать легкомысленно на чужой земле уже праздновать свою победу свою славу но он не подумал о том что война то не закончилась и будет еще следующее сражение и действительно на следующий день орды половецких ханов гзака и кончака напали на полк игоря русские тогда проиграли они же накануне пировали они проиграли ну а князя игоря взяли в плен это вот как раз таки последствия его безрассудного решения даже можно сказать цепь безрассудных решений привела к таким последствиям мало того что погибли люди так его и самого забрали в плен несмотря на то что игорь поступил так неправильно автор изображает его неоднозначно то есть он не просто плохой на такой молодой парень который из-за тщеславия и гордости решил пойти свою волю на половцев но он все-таки еще изображается как храбрый воин и как любимый князь например когда они сражались половцами игорь изображается вот действительно как такой храбрый вожак он пытается спасти своего брата все влада в нем есть вот это чувство ответственности за близких людей и когда игорь возвращается в итоге из плена все его очень очень рады видеть и несмотря на то что все произведение было построено и нацелено на то чтобы показать что поступок игоря неправильный в конце автор прославляет прославляет князя игоря его брата все влады с которым он пошел на половцев и все люди тоже очень рады его приветствовать потому что это их князь и они очень любят и странные рады и веселы грады такой в князь игорь ну а теперь перейдем к золотому слову святослава золотое слово святослава это монолог монолог мудрого правителя который заседает в киеве это как раз таки причина по которой святослава называют отцом игоря всевлада он отец не по кровному признаку а по иерархии князей потому что князь игорь он новгород северский князь святослав это киевский и киев это все-таки основной город на руси тогда был и вот святослав как мудрый такой правитель израняет свое золотое слово то есть он говорит монолог в котором выражается авторская позиция именно поэтому для нас принципиально важен эпизод это такая политическая линия всего произведения и здесь мы приходим главной идеи но перед тем как святослав скажет свое золотое слово он увидит вещи сон тема вещего сна очень популярна в шестых сочинениях не просто вещего сна просто тема сна но чаще всего мы сравниваем в шестом задании именно вещи и сны более того вещи и сны являются также дурными предзнаменованиями и это тоже тема шестого задания что же приснилось святославу ему приснилось будто его он лежит на тисовой кровати его накрывают черной тканью его поили горьким отравленным вином из ражеских колчунов сыпали на полотно крупный жемчуг еще каркали вороны ну просто кровать и наполненный такой символический сон в котором явно видно что что-то неплохое сейчас будет почему ну давайте по порядку его накрывали черной тканью он лежал на тисовой кровати на тис это такой очень ценный материал для гроба черная ткань черный цвет это в целом цвет траура цвет страха смерти и так далее пить вино это на самом деле уже плохая петри примета вы когда ты во сне пьешь вино а когда ты пишешь именно уже отравленное мутное такое вино это еще хуже плюс жемчуг это всегда символ слез по традиции в литературе ну и ворон они тоже обычно являются символом смерти и видят этот вещи сон святослав он просыпается рассказывает о нем а ему в ответ говорят что ему приснился этот сон не вспроста и действительно пришла досадное да пришло досадное известие князь игорь вместе со своим братом всевладом и воду и их дружинами они потерпели поражение походе на половцев и тогда великий святослав изранил свое золотое слово со слезами смешано вот это золотое слово вы можете использовать в кавычках либо золотое слово либо золотое слово и тот и тот вариант будет актуален что же он говорит своем монологе в своем золотом слове он упрекает игорь всевлада что на врага вы не вовремя напали ваше сердце закалилась в буйстве самочином ну то есть они действительно безрассудно пошли на половцев они сделали это не вовремя более того они сделали это только из личной выгоды как раз таки этот смысл заключен заклилось буйстве самочином то есть не своевольно-своевольно пошли они посоветовавшись другими князьями потом он упрекает непосредственно игоря что он принес беды на землю русскую именно потому что конечно ну то есть злили врагов и враги что теперь будут делать ну точно не сидеть у себя дома как раньше они идут в ответ на русских тоже должны защищаться здесь святослав переходит уже к такой политике и он подходит к призыву объединения да то есть он как бы в этом золотом слове обращается ко всем князьям прямой эфир прямой эфир с святославом в общем он обращается ко всем князьям чтобы обсудить а чуть дальше делать теперь с этим что на нас идут половцы и он рассказывает о былых подвигах и заслугах князей давно минувших лет действительно в этом произведении огромное количество имен перечисляется для чего это делается для того чтобы заставить нынешних правителей вдохновиться он их так мотивирует и чтобы они после этой речи могли привести на помощь рати чтобы врага не выпустить из рук ну и дальше он так красиво заканчивает мол давайте с вами объединимся за русскую землю за игоревые раны удалого сына святославича почему вообще вся эта тема с объединением она здесь такая актуальна и такая важная немножечко веду вас в исторический контекст того времени конец 12 века это вообще такая осень ревне русского государства через некоторое время у нас вообще начнется татар монгольской иго и мы просто затихнем на несколько столетий но здесь еще важно что на руси тогда происходили междоусобные войны вся русь она была не единой ну например как сейчас да у нас российская федерация один президент один правитель тогда было по-другому тогда вся русь она была поделена на княжество вот киевское княжество новгородское княжество курска и так далее и в каждом княжестве был свой правитель свой князь но все эти князья вообще в целом русь выживает так что все князья они взаимодействуют друг с другом русь она как бы в целом мы же понимаем что имеется ввиду подрусью вот небольшая территория еще на тот момент небольшая территория и несмотря на то что несколько правителей они все по идее должны действовать сообща чтобы выступать как-то против больших врагов которые есть на мировой арене и и вот тогда в конце двенадцатого века князья как раз таки не действовали сообща они все время ссорились потомки владимира мономаха олега гориславича они постоянно находились в такой войне братской олег гориславич он как раз здесь упоминается в произведении как зачинатель этих междоусобиц и автор очень грустно что это так происходит потому что ну если мы как ручь не будем едины то мы не сможем выступить против врага и он как раз на примере вот этого произведения на примере вот этого эпизода это абсолютно реальный эпизод если что на поход князь игоря наполовцев он на примере этого эпизода показывает к чему может привести как раз таки вот наши наши с вами междоусобицы и поэтому святослав здесь говорит мол давайте забудем все что между нами было давайте вновь объединимся против общего врага за русскую землю за игоревы раны вот такая вот вот такая вот идея всего этого произведения ну и последнее что стоит здесь обсудить это образ ярославны ярославна это жена князя игоря и вместе с ней еще связано связан образ природы почему потому что ярославна как такая женщина она причем собирательный образ всех женщин всех женщин которые в ожидании своих мужей они отправляют их на войну а сами остаются дома и каждый день переживают за них вернуться или не вернуться раненые они не ранены что с ними происходит вот это такое женское страдание но выражается именно в образе ярославной и ярославна здесь тоже говорит свой монолог это называется уже плач 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 ярославны и в этом плаче и раскрывается образ русской земли русской природы она обращается к природе сначала она упрекает ветер в том что он метал вражьи стрелы на полке игоря потому что в дни битвы несся ураган именно с половецкой стороны ну то есть вы понимаете да упрек представьте что я я половец вы будете русскими и я вот как бы натягиваю стрелу бросаю вашу сторону и мне как бы еще помогает ветер потому что ветер дует с моей стороны поэтому стрелы долетают проще и быстрее и ярославна как раз таки ветер упрекает в том что ах ты гадина именно с половецкой стороны в тот день в тот день нёсся потом она обращается к днепру к реке каменные горы в землях половецких ты пробил ты был верным союзником святослава в его походе против половца и она хочет верить что это великая река поделится силой также и с игоря потом он обращается к солнцу и тоже его упрекает потому что но обычно солнце дарит свет и тепло и радует всех людей но в дни битвы их точнее его лучи оказались очень губительными очень жаркими для игорева войска и ярославна в целом так рассуждает она думает о своем игоре и она такая самоотверженная что она прям готова если бы она только могла она готова уподобиться кукушки и прилететь к милому ладе ну лада это как раз супруг возлюбленные к милому своему она очень хочет прилететь вот так в образе ярославны раскрывается и женское страдание и образ русской земли ну а где еще у нас встречается кстати просите у меня тут русской написано с одной с на это это опечатка где у нас еще встречается образ природы он на самом деле только не тут появляется но еще и в начале произведения в итоге то кстати после плача ярославны природа помогла игорю бежать из плена и он вернулся домой но она сама природа пыталась предупредить князя игоря еще перед походом о таком трагическом завершении этого похода она пыталась его предостеречь каким образом князь игорь когда собрал всех и был готов уже идти на половцев они все увидели он вместе с дружиной что солнце нет что резко посреди дня стало темно это солнечное затмение она тоже реально было это исторический факт солнечное затмение мы сейчас с вами я думаю что если увидим это тоже для некоторых покажется очень символичным определенный момент и убьёль момент до увидеть солнечное затмение то вау такое событие ну а представьте себе людей 12 века конечно на тогда когда еще была жива языческая культура увидеть солнечное затмение это ну максимально максимально яркий знак который только можно было получить но князь игорь все равно не обратил внимание на этот знак и пошел дальше против половцев этот важный момент некоторые из вас могут как бы сейчас уже до с позиции человека 21 века считать что конечно как бы природа это природа она это не божьи там знаки или наказания на них не нужно обращать внимание ну это как бы позиция сейчас нынешняя а тогда как бы воспринимайте это как средство выражения авторской позиции что автор как бы показывает насколько игорь безрассудный он увидел явный знак от природы и не последовал ему не послушался природу это плохо и дальше потом тоже весь животный весь растительный мир был преисполнен плохих предчувствий то есть природа дальше пыталась ему кидать какие-то знаки чтобы он остановился волки грозу поднимают по оврагам то есть они так вот воют и по оврагам разносится их их звук орлы клёкотом на кости зверей зовут орлы зовут зверей на будущие трупы и уже чувствую что падали будет и поэтому так зовут зверей лисицы брешут на червлёные щиты они тявкают червлёные щиты это щиты русских а брешут это тявкают они как собачки могут тявкать вот то есть под природа как-то пыталась ему помочь но увы игорь все равно пренебрег этими знаками природы и отправился дальше в поход ну что давайте с вами резюмируем у нас есть основные аргументы которые мы используем в таком сочинении вообще в любых точнее сочинениях по словополку игореве мы анализируем поступок князя игоря мы говорим про монолог святославы и про то что через него выражается авторская позиция мы говорим про ярославную про природу природа это и есть образ русской земли и природные стихи и как они помогают князю игорю как они его предупреждают и у нас из этого выходят следующие тезисы да это то что вы прям должны прописывать и утверждать своих сочинениях что игорь поступил безрассудно однако автор его изображает также как храброго воина но то есть что игорь да плохой но все-таки автор его изображает неоднозначно что в золотом слове святослава выражается авторская позиция о единении руси о том что надо прекратить междоусобные войны и объединиться против общего врага ну а ярославна она является собирательным образом всех женщин которые в томительном ожидании так вот переживают за мужа отправившегося на войну именно ее сила любви помогла игорь бежать из плена и вернуться домой ну что я надеюсь что вам за это время стало понятнее произведение спасибо вам большое за просмотр этого видео обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайк и пишите комментарии если вам было полезно я общая всегда рада обратной связи к нам можно записаться на курс и я жду вас ссылочка в описании или по qr-коду на этом видео я желаю вам хорошего дня и всем пока пока